Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Глеб Задоев. В предыдущем видеоролике мы с вами говорили о фундаментальном анализе и о тех макроэкономических показателях, которые способны повлиять на финансовые рынки. Ну а сегодня мы поговорим о компьютерном анализе. Итак, компьютерный анализ – это метод анализа и прогнозирования рынка с помощью индикаторов. Индикаторы – это такие компьютерные помощники, которые сигнализируют нам, когда покупать, когда продавать. То есть получается, что не нужно думать, если индикатор сказал «покупай», «покупаем», если сигнал выдается на продажу, соответственно, «продаем». Ну это все, конечно же, в теории. На самом деле нужно очень четко понимать, что работая с индикаторами, во-первых, мы сами принимаем решение. Индикатор дает только сигнал, но решение всегда принимает трейдер, и ответственность за это решение несет только исключительно трейдер. И нет ни одного индикатора, который работал бы на 100%. Существует огромное количество индикаторов. Существуют трендовые индикаторы, осцилляторы, существуют индикаторы, показывающие объемы и так далее, и так далее, и так далее. Если задаться целью изучить все индикаторы и торговые системы, которые можно построить на основе индикаторов, то, мне кажется, всей жизни не хватит. Поэтому мы сейчас с вами возьмем наиболее популярные индикаторы и посмотрим, как они работают. Для этого давайте зарисуем координатную плоскость, нарисуем здесь график цены при помощи уже известного нам способа отображения цены. Это график при помощи японских свечей построенный. Допустим, у нас график будет с периодом D1, ну и, соответственно, зарисуем здесь свечки. Допустим, у нас сначала был рост, потом было какое-то небольшое снижение, потом у нас рост возобновился, затем снова мы наблюдаем какую-то коррекцию, ну и потом, соответственно, рост у нас с вами продолжился. Это у нас график цены, график с периодом D1. И давайте мы на этот график сейчас наложим самый популярный трендовый индикатор. Он известен абсолютно всем трейдерам, называется он скользящие средние или Moving Average, сокращенно MA. Итак, первая скользящая средняя, которую мы с вами зарисуем, будет, допустим, с периодом 5. В каждой своей конкретной точке, то есть, допустим, вот здесь вот, вот в этой точке, скользящая средняя с периодом 5, она показывает среднюю цену за предыдущие 5 свечей. А вот в этой вот точке она будет показывать среднее значение цен за предыдущие 5 свечей, ну и так далее. Давайте еще зарисуем скользящую среднюю с периодом, допустим, 21, она уже будет показывать тренд более среднесрочный, то есть, если пятая показывает тренд краткосрочный, то 21 скользящая средняя показывает среднесрочный тренд, и она показывает среднюю цену за 21 в данном случае день. Ну и еще одну скользящую среднюю, допустим, с периодом 200, она, соответственно, показывает у нас с вами долгосрочный тренд, и она, опять же, показывает нам с вами среднюю цену, но в данном случае уже за более крупный период, за 200 дней. Скользящие средние, первое, что они показывают, они показывают тренд, то есть, когда они располагаются вот таким вот образом, то есть, они все находятся под графиком цены, и все они растут, это говорит о том, что тренд восходящий, и мы должны стремиться к тому, чтобы открывать сделки на покупку, и также эти же самые скользящие средние еще и показывают нам точку, где открывать сделки, то есть, они являются уровнем поддержки и сопротивления, только такими динамическими, то есть, постоянно меняющимся. При подходе цен к скользящим средним нужно открывать сделки на покупку, ну, то есть, допустим, вот в этой области можно было покупать, вот в этой области можно было покупать, и зарабатывать на росте цены. Еще один популярный индикатор, который очень часто используется, и я его сам использую в собственной торговле, называется индекс относительной силы, сокращенно RSI. RSI уже накладывается не на график цены, а на поле, которое располагается под этим графиком, и на этом поле есть несколько зон. Итак, вот это поле индикатора, здесь вот у нас будут с вами зоны, значит, уровень 100 максимум, уровень 0 это минимум, уровень 65 и уровень 35. И сам по себе индикатор будет выглядеть следующим образом, он следует за графиком цены и, соответственно, формирует такую кривую. Значит, зона от 65 до 100, ее называют зоной перекупленности, то есть там накоплено большое количество покупок, и нужно стремиться там открывать уже сделки в обратную сторону, то есть на продажу. Зона от 0 до 35 это зона, где нужно как раз-таки наоборот покупать, потому что здесь у нас, соответственно, зона перепроданности. Сигнал на покупку или на продажу это пересечение уровня 35 или 65. Так вот, смотрите, если индикатор пересекает уровень 35 снизу вверх, то это у нас с вами будет сигнал на покупку, на бай. Если идет пересечение снизу вверх, уровня 65, то это будет сигнал на продажу, ну и так далее и тому подобное. То есть пересекаются вниз, открываем сделки на покупку. И вот уже при помощи двух индикаторов, при помощи скользящих средних и при помощи индикатора RSI мы можем сделать такую конструкцию, которая сформирует нам с вами торговую систему или торговую стратегию, если хотите. То есть когда скользящие средние говорят нам, какой тренд, а индикатор нам уже говорит, какие сделки открывать, точнее, где их открывать. Скользящий средний говорит, что тренд восходящий, а по индикатору RSI мы открываем сделки на покупку. Открываем их, соответственно, вот в этой области или вот в этой области. В данном случае для нас с вами индикатор уже является вспомогательным инструментом, который RSI в данном случае является вспомогательным инструментом, который говорит нам, где конкретно и когда открывать позиции. Итак, мы с вами разобрали два наиболее популярных индикатора, на самом деле этих индикаторов несколько тысяч, а торговых стратегий, основанных на этих индикаторах, могут быть просто миллионы, и если мы опять же сдадимся целью все их изучить, у нас просто не хватит жизни. Поэтому чаще всего индикаторы используются в торговле как вспомогательный инструмент. То есть, допустим, по фундаментальному анализу мы делаем долгосрочный прогноз, куда будут двигаться цены и какие там, соответственно, показатели будут публиковаться и так далее. По техническому анализу мы, соответственно, смотрим тренд и уровни, а индикаторы уже используем как инструмент, который помогает нам выявить прям конкретно точку, когда открыть позицию. Итак, друзья, на этом это сегодня все. В следующем видео уроке мы с вами поговорим о money management. Каждый трейдер скажет, что это крайне важная тема, поэтому обязательно ждите следующего видео. Ну а на этом это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео было полезно и интересно. Вопросы и комментарии пишите под этим видео. Всем пока и успехов в торговле!